друзья всем привет это мдф снова мебельная тема пока я в мебельной теме и вот что вижу то есть снимаю и хочу делать вам подсказочки и вот смотрите подсказка как просверлить отверстие в мдф чтобы она была достаточно аккуратно чтобы его не разворотила вот тут лицевая часть а вот это вот мдф обратная часть и есть фабричная разметка но разметка она не до конца здесь просверлена и нужно досверливать при сборке мебель может быть я повторяюсь но если сверлить это дело на весу то у вас получится вот такие вот разорванные отверстия вот смотрите вот этого это сто процентов она получится так я вам даже сейчас покажу секунду вот чтоб не было таких разрывов на ли всего тем более части фасада опять же повторяю вводите для сверления панель мебельную там или фасад на доску на дополнительное дсп и придавливая вот таким сверлом желательно не по дереву это я по металлу взял она более круглая потому что по дереву она вам разворотит все с обратной стороны разворотит просверливаемое отверстие вот на больших оборотах как бы для дерева применяется вот путем придавливания панели на вот такой прокладон просверливаем это мы зашли сейчас с обратной стороны с внутренней второе отверстие давил меньше здесь была придавлена вот эта панель доске сильно здесь я ослабил и посмотрим сейчас результат вот смотрите два отверстия все равно просверлено ровно не разворотила мдф бывает так что без какой-нибудь прокладки вот так вот не уложив и не придавив мдф панель для просверливания отверстий для досверливания отверстий у вас может вот здесь вот в итоге вспучить это вот данное отверстие под рукоятки да вот они упаковки такие вот здесь они прикручиваются с обратной стороны лицевой части вот такие вот рукоятки ручки и если вам разворотит конечно же вот эта ручка она может быть и прикроет вам на развороченную часть отверстия но бывает так что на мдф мдф это же такая синтетическая субстанция картон прессованная и залитый вот всякой химии да и застывший это ж пленка бывает что вы пленку просто вырвете здесь может отлететь целый кусок вот такой и ручкой вы уже не прикроете никогда в жизни то же самое касается и диска извините что повторяюсь каждый раз об одном и том же но у меня тема вот такая инструменты столярка буду показывать всегда буду показывать разные нюансы может быть кто-то не видел обязательно на меня подписывайтесь чтоб не потерять будет много подсказок разных советов вот допустим опять же про этот шуруповерт как он в работе вы уже много видео посмотрели ведь он еще и мой кормилиц на сегодняшний момент отбился уже раз 50 наверно по деньгам по цене вот этого тоже отбилось уже давным давно все именно в работе ладно не буду много болтать всем спасибо всем пока а